Возвращение, мои дорогие друзья, в жестокий и кровожадный мир игры This War of Mine. Ну что, давайте продолжим. Один из наших ребят уже погиб, к сожалению. Поэтому попробуем вдвоем, посмотрим, что из этого получится. У нас уже седьмой день. Я учту ваши многие... Да, Марка у нас умер, к сожалению, добывая провизию. Я учту ваши пожелания, которые вы писали. И будем как-то, наверное, более продуктивно действовать и более осмысленно. Выживать. Давайте смотреть. Я пару дней не играл, к сожалению. Поэтому надо сейчас быстро сделать некую акклиматизацию в игре, чтобы понять, что мы как тут делали. А так... Павла очень голоден, он в депрессии. Голоден и опечален. Не могу в это поверить. Вчера он был с нами, а сегодня его уже нет. То есть, естественно, что они переживают, и их можно понять в этом плане. Иди сюда. Мне надо улучшить верстак. Самое первое, что мы сейчас делаем, конечно же. Давай. Значит, мне нужны самые такие... Нужны компоненты, которые лежат, в принципе, в любом доме, в любой локации. И доски. А что бы сделать... Подожди, нет, нет, не то. Не то, не то, не то. Вот это надо. Детали у нас есть. Да, нужно найти компоненты и доски. Все правильно. Так, у нас нет еды вообще. У нас есть лекарства. В принципе, неплохо. Да, лекарства довольно ценные в этой игре. Что у тебя такое? Может, вам как-то пообщаться? Больше не хочу спать. Эй, друг. Не кисни, пожалуйста. Приди в себя. Нужно выживать. Павло, выслушай меня. Так, у них завязалась беседа. Что ты хочешь, смотрите? Просто напомнить тебе, что ты здесь не один. Нельзя опускать руки. Уходи. Как это уходи? Я хочу выжить, и мне нужна твоя помощь. Где мои сигареты? Самокрутки надо было брать, видимо, да? Хорошо. Так. Значит, голоден и опечален. Вау, кто-то пришел. А какая-то девушка? Давайте пойдем посмотрим, что это такое. Кто это вообще? Какая-то барышня пришла. То есть, такой вид у нее, как какой-то... Какая-то непонятная даже. Даже не знаю, как назвать. Хотя бы выслушайте меня. Ну, в принципе, окна мы уже помогали заколачивать, да? Ну, давай. У меня не осталось дома. Вы не пустите меня пожить с вами. Серьезно? Арика! А можно мне остаться с вами? Эй, как дела? Хорошее у вас тут местечко. Я ищу где бы ненадолго спрятаться. Я раньше жила в многоэтажке, пока ее не разбомбили. Приложение такое. Разрешите мне пожить здесь, а я вам помогу. Я умею ходить тихо, как кошка. Конечно, давай. Так, друзья, смотрите. У нас новый член команды. Я так понимаю, что этой девушкой я сейчас могу управлять. Она идеально крадется. То есть, можно выходить на опасные задания. И вероятность обнаружения будет практически минимальной. Это хорошо. Так, 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 так. Что еще я могу сделать по дому? Я не знаю, что мы можем тут такого сделать. Давайте, 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 давайте посмотрим, что вообще нам, в принципе, нужно. Иди сюда. Если что, потом поставим еще одну кровать. Пусть стоит. Что тут можно скрафтить? Отмычку давай сделаем. Скоро ночь. Отмычка очень сильно помогает. Допустим, что-то где-то вскрыть быстро. Так. Круто. Ай, нужны, значит, опять же, компоненты. Все, это, в принципе, понятно. Хорошо. С этим мы разберемся. Я думаю, что можно день закончить. Давайте завершим его. И пойдем уже, как говорится, лутать. Центральная площадь. Требуется осторожность. Стройплощадка. Опасно. Малая обитель. Мы вроде как уже лутали там, да? Нет, не лутали. Посещено. Много материалов, много оружия, много запчастей. В школе опасно. Дом для двух семей. Тоже опасность. В церкви Святой Марии мы с вами были. Помните, какая жизнь там была? Так. Давайте, знаете, куда пойдем? Мы не залутали еще до конца. Вот этот дом разбомбленный. Надо пойти посмотреть, наверное. Арика может носить только 10. Это, конечно, фигово. Это, конечно, не круто. Нам надо выбрать вот этого, наверное, да, Павла? А ты у нас охраняй. А ты у нас спи в кровати. Поехали. А с собой ты возьми, пожалуй, знаешь что? Возьми одну отмычку и возьми ломик. Нож. Вот. Если что, у нас есть ножик. Бронежилет надо починить, кстати. Все, поехали. Фух. А в комментариях писали, что, оказывается, можно вырезать по-тихому людей, если вы находитесь в какой-то темной местной, где-то в темном закоулке там запрятались, мимо кто-то проходит. Можно это дело все грамотно разрешить. Так, друг мой хороший, давай лутаем все, что тут есть. Нам нужны с тобой вещи. Вот, да, давай. Вот, забирай. И травы. Можно потом сделать будет такой небольшой. Так. Для создания лекарств такой инструмент сделаем. Да, еще трава давай. А сахар для самогонки. Если что, всегда можно, в принципе, сюда вернуться. Так, что еще тут может быть? Давай вниз. Вот. Я не помню. Вроде бы раньше мы как бы это лутать должны. Да вот, все, забирай. Все, это пригодится. Давай ломика взломаем. Тут нет людей, так что можно пошуметь. В принципе, нам за это ничего быть не должно. Так. Малорик. Открывайся. Ух ты ж, твою мать. Самогон. Опять же, в комментах написали, что на бутылку самогона можно у военных выменять очень много ценного лута. Я, пожалуй, пренебрегать этим не буду. Пистолет мы похерили с вами. Когда Марк завалили, материалы для создания у нас... Слушайте, это ж пипец. А ты не можешь забрать это. А что мы можем выбросить с вами? Что такое вот у нас ненужное есть? Вода нужна. Доски нужны. Траву выбросить. Траву и лекарства нам дают. О, господи. Давайте доски, наверное, уберем. Потому что это ценнее как бы. Поехали. Давай наверх. Что у нас тут? Я что-то не помню. Мы же должны были это все залутать. А качественная самокрутка сделана из табака смешанного с травами. Довольно неплохая, учитывая обстоятельства. Овощи, еда, господи. Куда мне это все класть? У меня нет места. Так, давайте думать рационально. Значит, что нам надо убрать? Порох для изготовления у нас пока... Ну, у нас есть готовые пули. А чтобы это крафтить, надо улучшать станок. Это надо время. Опять же, несколько дней. Поэтому в данной выходке, мне кажется, что будет целесообразнее взять, наверное, еду. Потому что еды у нас вообще нет. Еда, удобрения. А многие пьют кофе, чтобы найти в себе силы пережить еще один день. Правда? Да. Самокрутку. Да мне некуда класть уже это все. Печаль. Печаль, мои хорошие. Понимаете, в чем дело? Так, что-то еще есть? Поехали наверх. Слушайте, а крысу можно завалить? А все-таки как-никак это же пища, нет? Нет, на крысу оно никак не действует. Что у нас тут? Несмотря на то, что мы в этом доме уже были... Знаете, вот возникает логический вопрос. Почему нельзя послать сразу двух человек, чтобы они лутали? То есть можно принести в два раза больше провизии, в принципе. Это было бы намного лучше. Что мне выложить? Я не знаю, мне все нужно. Вода нужна. Хотя, может, воду положить? Вопрос. Вот вопрос, который действительно начинает мучить. Отмычку выбрасывать нельзя. Ломик практически... Ломик практически сломан, между прочим. Смотрите, что мы сделаем сейчас. Мы его потратим здесь? Я надеюсь, что хватит выломать эту дверь, потому что тут может быть что-то ценное. Давай, 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 друг! Так. Отлично, пошли. И что мы тут с тобой видим? Слушайте, он еле передвигается. Одна из листовок, сброшенных на город, в ней написано. В городе проводится антитеррористическая операция. Оставшиеся в городе будут считаться пособниками террористов. Для обеспечения безопасности себя и своих близких немедленно покиньте... Погорень, да? Армия гарантирует вам безопасный коридор. Охренеть. Так. Если здесь сейчас будет... О, господи, сколько ценных вещей. Мне это все так нужно, а брать-то я не могу это. Есть, конечно, вариант вернуться сюда еще... О-хо-хо! О, боже. Оружейные детали. О-хо-хо-хо! О-хо-хо! О-хо-хо! Что мне выбросить? Я не знаю, что мне выбросить. Траву. Ну, травы мы... Вы знаете, что травы можно использовать для создания. Ладно. Давайте оставим как есть. Мы знаем, что в этот дом можно вернуться. И здесь много чего полезного. Погнали к выходу. Побежали к выходу. Сейчас мы это все выложим. Может быть, кто-то сможет поесть, там что-то сделать. И снова направимся сюда же. Конечно, лутать одну и ту же локацию как-то, наверное, не круто. Это новое всегда. Но там, где новое, может быть какая-то засада. Могут стоять люди. Военные. Смотрите, у меня бинты. Сейчас обработаем рану. Да, давай обработаем. На нас напали. Кто-то явился ночью, чтобы нас ограбить. Так. Арика получила легкое ранение. Они украли броник, воду и... Твою мать. Вот гандоны, а. Ладно. Устал, очень голоден. А, друг мой хороший, давай ты... Что это такое? Что это такое? Какая-то выпивка, видимо, да? У нас нет шансов. Мы не можем помешать бандитам творить все, что за благорассудится. Да, он что-то пьет. Бля, это самогон выпил, что ли? Твою мать. Я его хотел на обмен пойти. О-о-о-о. Что, реально самогон выдудлил? Твою мать. Ладно. Фиг с ним. Мы можем поставить самогонный аппарат и, в принципе, гнать самим. Смотрите, как он упоролся, а. Хрена его накрыла. Ну, видимо, это им помогает забыться об ужасах войны, которые тут творятся. Голодна, легко ранена. Давай, вон, бинты есть. Пошли. Ты в депрессии у нас, да? Покушай, пойдем. Так. Куда он пошел? Эй, дружище! Я не знаю, от чего его... А, он тут упал, смотрите. Офигеть. Просто какая-то... Я думал об этом. Я не знаю, что думать. О чем ты думал, друг мой? Пьян. То есть, когда он пьян, он может творить какие-то непонятные вещи, да? Которые даже объяснить трудно. Пойдет сейчас, перебьет всех нахер. Так. Все еще голоден. Депрессии. Друг мой хороший, там еще какая-то еда хоть есть? Нет? Ничего. Так, тут у нас бинт. Знаешь что? Иди-ка поспи, наверное. Кто там пришел? Торговец. Торговец это хорошо. Сейчас пойдем полутаем. А-па-па-па-па-пом. Крадется тихо. Хороший повар. Давай сюда. Пошли торговаться. Посмотрим, по крайней мере, что у него есть. Блин, выдавил целую бутылку самогона. Какого хрена, спрашивается? Давайте заключим сделку. Ну, давай попробуем. Так, что мы можем ему такого предложить и что нам надо? Это вам дорого обойдется. Ну, естественно, что это дорого обходится. Мне нужны материалы. Так, тихо, это убери. Это мне нужно. И мне нужны доски. Все, что у него есть. Так, друг мой хороший, что ты за это хочешь? Что мы можем тебе предложить? Может, травы немного? У меня, в принципе, 10 штук. Не-не-не, не катит. Нелогично. Я просто не понимаю, что ему может понадобиться. Может, тебе оружие нигде... Не оружие мне самому нужно. Это хочешь? Нет? Предложите мне что-нибудь еще. Эх, отмычку, лопату. У меня ломик, кстати, практически сломан. И могу отдать. Хочешь, друг? Очень хорошая штука. Расходный материал. Может, это? О! Так, это нормально. Давай договоримся. Я тебе лом отдам. Я ломик потом сделаю. Если что. Пошли проверим, что можем там скрафтить. Вы мои лучшие друзья. Дайте я вас обниму. Ах ты ж, твою мать. Видите, можно заделать. Но это пока не нужно. Так, что нам не хватает? Твою мать, еще половина этих надо найти. А это получится сделать? О! Хоть что-то можно улучшить. Давайте сделаем. Я уже думал, у нас капитальная безнадега. Но вроде как, что полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. Ну, я надеюсь, что когда он придет с себя, будет чувствовать себя как-то получше, что ли. Так. Готово. И что мы теперь можем крафтить? Что-то у нас тут многовато всего появилось. Мне нужна плита, чтобы им готовить. А вот можно сделать самогонный аппарат. Тоже хорошая штука. Коллектор дождевой воды. В принципе, все это очень надо. Все это надо. Но где нам найти столько полезных вещей? Мы не можем столько унести с собой. Мы можем заколотить проломы и окна, чтобы защитить наше жилье от грабителей. Фух, ладно. Так. Легко ранена, устала и голодна. Ну, все. Я думаю, нам тут больше делать нечего. Давайте. Ты в депрессии. Все еще очень голоден. Пойди поспи, что ли. Давайте завершим этот день. Посмотрим, чем это все закончится. И он пьян. Видите, он не может идти и ничего делать, потому что Павло мы просто тупо споили. А тогда будет Арика добывать. Ты у нас охраняй. Этот у нас спит. Теперь вопрос. Куда бы нам отправиться? Центральная площадь. Требуется осторожность. Центр города раньше был очень красив. Парки и площади. Памятники, окруженные старыми зданиями. Давайте пойдем попробуем. Хоть посмотрим, что там да как. Так, для этого дела мне понадобится одна отмычка и нож. Все. Две ячейки забыты. Поехали. Фух. Так. Торговая. А, торговля продолжается. Да, это факт. Пошли посмотрим. Там какой-то хмырь сидит. Надо пойти посмотреть. О, патрошки. Давай, 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 давай. Все это нам надо. Так. А дерево я пока брать не буду. Давайте так пробежимся. То есть я так понимаю, что это, видимо, торговец, да? То есть можно пойти, а подорговаться с ним. Вот это мне надо. Но наша девчонка носить много не может, к сожалению. Ты не завалишь меня? Мне просто интересно. Так. Это стремная хрень вообще. Эй, приятель, нужны материалы. Может быть, дерево. Давайте посмотрим, что у него есть. Так. Это вам дорого обойдется. То есть то, что мы с вами нашли, этот бронежилет, видите, они его скоммуниздили в тот раз. Нет, мне предложить нечего. Пошли дальше. Тут довольно мирно. Ром, виски, бурбон. Шучу, есть только водка. Водка мне тоже нужна. Так. Что у тебя интересного? А можно как-то спуститься, нет? Жалко. Тут, получается, самая настоящая торговая площадка. Если бы я по глупости своей самогон не просрался, сейчас можно было бы, конечно, обменяться. Так. Нужны медикаменты. Что у тебя есть? Еда для вас хорошие цены. Ну, я не знаю, что тебе отмычку дать за нее. Да. Слушайте, можно поменяться, да? А, нет, нихера. Ладно. Так. А я могу как-то пробежать, да? Давай пойдем посмотрим, что тут есть. Там кто-то ходит. То есть это, получается, жилой дом. А я могу сейчас его ломануть. Но мне кажется, что нашу девчонку могут просто завалить банально. Бинты, патроны наверху у нас. Так, внизу ходьба. То есть на каждом этаже какая-то движуха происходит. Если я начну взламывать, это будет пипец. Тут нарываться вообще нет смысла. Ну, локация огромная. Смотрите, по сути, очень довольно-таки массивная локация. Здесь надо, мне кажется, в другой день приходить. Ладно, пошли отсюда. Так. Внизу можно как-то пройти. Но я не вижу, каким образом это сделать. Вот если я нажимаю вниз. Она не говорит... Она не знает, как туда добраться. Ладно. Так, раз мы возвращаемся, давайте тогда здесь залутаем все, что было вначале. Пу-пу-пу-пу. Вот эти материалы. Забирай. И вот это дело. По крайней мере, хоть с голыми руками мы с вами возвращаться не будем. Давай, нам нужны доски. Так, все. Сваливаем. Вот такой вот не самый ценный лут. Но, тем не менее, я думаю, что этого должно хватить. Арика уже в убежище. Я надеюсь, что никто не нападал на меня, а люди колотить окна. Вы видели, что такая возможность у нас предусмотрена. Но для этого нужно много досок. Как здорово оказаться дома в целости и сохранности. Ночь прошла неважно. Бруно разозлился и затеял ссору. Было непросто его успокоить. Так. Чего себе. Бруно. Очень голоден. Легко ранен, расстроен и устал. Давай, пойди полечись, наверное. Он давно не курил, но у него начинается такая себе ломка. Так, может, какие-то лекарства. Понятно. Так, что еще у нас? Похмелье. А чем бы тебе похмелиться? Я мог бы съесть все, что угодно. Я понимаю, друг, мы хорошие. Но ты видишь, у нас ситуация не самая приятная. Так. Может, что-нибудь скрафтим? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, самогонка. Что это такое? Капкан для небольших животных. А слесарный верстак. Примитивная плита. Давайте сделаем плиту. Мне кажется, очень хорошая штука. Можно на кухню ее поставить. Давай. Так, ты иди сюда. Они очень часто жалуются, что еда сырая им не нравится. Она малопитательна. А такая хотя бы придется им по вкусу. Нет, не то. Угу. Опять же не хватает. Видите, надо искать материалы. Печаль. Печаль, 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 друзья мои хорошие. Кровать. Я думаю, что нет смысла тратить драгоценные компоненты на это дело. Ой, чувак, что-то тебе совсем фигово. Его из депрессии. Значит, если найдем сигареты, можно таким образом, я понимаю, что вывести его из этого состояния. Потому что, ну, совсем чувак уже раскис. Прошлой ночью была ужасная ссора. И что мы можем делать? Может, как-то готовить? Это у нас как раз повар. А я думаю, что этим должен уметь заниматься. Так. Значит, нужна еда. Вода. Простое блюдо. Вкуснее питательной сырой еды. Вареная еда. Ах, нифига нет вообще. Ничегошечки. Да, это печаль. Я думаю, что такими темпами они просто поумирают как через какое-то время. Так, к нам кто-то пришел. Пошли. Проверим. Помогите, если там кто, мне нужна ваша помощь. Может, послать туда депрессивного? А мне кажется, таким образом он мог бы помочь. Так, 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 так. Вот этого давай. Повара нашего. Извините, что беспокою, но мне страшно. Что вообще происходит? Можете защитить нас, пожалуйста. Вчера я увидела банду каких-то подозрительных типов, которые наблюдали за моим домом. Мне так страшно. Они могут ограбить нас или еще что хуже. У меня малолетняя дочь. Можете ли вы побыть с нами один или два дня? Вы сможете пользоваться охотничьим ружьем моего мужа. Подожди. Дай мне секундочку. Кого бы нам послать? Может, тебя? Не, Павла мы оставим. Давайте новенькую пошлем, пусть помогает. Иди сюда. Давай. Так. У нас, тем не менее, уже девятый день. Как ни крути. Фу. Так. Ну что, господа, давайте завершим тогда этот день. У нас все очень плохо. У нас нет еды, но есть медикаменты. Так, ты у нас будешь добывать. Ты у нас будешь... Ну, давай поспишь в кровати, ладно. Такс, давайте смотреть, что тогда нам надо. Опасность, малая обитель. Тоже опасно. Требуется осторожность. В гостинице много всего. Смотрите, еда, материалы, лекарства, оружие, запчасти. О, боже. Пойти, что ли, залутать еще раз домишко? Нет, не вариант. Давайте в гостиницу отправимся. Я по-прежнему с собой беру одну отмычку и беру нож. Готово, поехали. Ловишь себя на мысли, что это может быть последняя вылазка твоя. То есть Павла могут спокойно завалить. Так, ну погнали. Ох, локация, твою ж мать. Это просто какая-то жесть. Так, аккуратно. А, я не брал с собой лопату, это придется руками все разгребать. Не, друг, давай как-нибудь потом. Как-нибудь в следующий раз. А, самое печальное, что пока я не слышу никаких шагов, ничего такого нет. Посмотри, пожалуйста. Так, это у нас кто-то сидит. Я не могу знать, вооружен он или нет. Ох, печаль, друзья, печаль. Давай наверх. А, вот здесь можно зашкериться, смотрите. Вот, люди писали, что можно вот так вот зашкериться, и отсюда, в принципе, можно убивать, да? Я не могу искать во время боя. Хорошо. Хорошо. Там у нас гора мусора. Давай пойдем посмотрим. Трупы. Они жестоко изуродованы, а раны наносились с ужасающей жестокостью. Это сделал какой-то бешеный психопат. Охренеть. Охренеть можно. Я не знаю, это тот психопат, который у нас там внизу? Так, падай вниз. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Падай. О, подожди, подожди, подожди. Беги сюда. Если он будет тут ходить, то мы его быстро завалим. Я что-то слышу, какой-то странный звук. Давайте проверим, если он сейчас тут появится, то мы его тупо завалим. Нифига себе с ружьем. Давай, давай, прячься, прячься, прячься. Прячься, мать твою. Господи, что творится? Что происходит? Гаси, гаси, гаси его. Давай, 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 давай. Давай, Паша, давай. Твою мать, подожди удар. Прячься, 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 прячься. Нихрена себе. Ой, блядь. Легко ранен, похмелье. С похмелья такого тут дропака выдал. Нифига. Так. Слушай, ну давай-ка... Давай-ка залутаем его. Пока там этот ходит лут, что там ищет, можно попробовать быстро. Давай-давай. Если у него есть ружье, сейчас возьмем, то считайте, что мы в шоколаде с вами. Все берем. Отлично. Так, вон наверху. То ли в туалете закрылся, то ли еще какая-то хрень происходит. Все забрали, все забрали. Дробовик плюс нож. Просто нож. Так. Надо как-то привлечь его внимание. Давай-давай-давай-давай. Ну уже. Идет. Он должен как-то отреагировать, мне кажется, на то, что мы тут с вами ходим, шумим. Давай, ну. Ну. Так, вроде пока тихо. Он то ли засел там на толкане, я не знаю. Он на одном месте засел, не двигается. Частная собственность. Нифига, все мое теперь. Все забираем. Так, это брать не буду. Охренеть, ребята. Это было стрёмно. Серьезно, это было очень стрёмно. Это я пока брать не буду. Надо как-то его оттуда выманить. Я просто должен понять, что он, где он вообще. Как он? Там есть дверь какая-то или что? Ой, говно. Ладно. Вот я бегаю, смотрите, он как бы не слышит, да? Давайте посмотрим. Офигеть. Так. Слушайте, он... Надо его как-то выманить оттуда. Как мне теперь это сделать? Это бессмысленно, он говорит. Давай, давай, давай. О, отлично. Отлично. Я не знаю, правильно ли мы сделали, что его завалили. Давайте хоть посмотрим, что у него было. Уай, там написано, да? На стене накорябано послание. Каждую ночь я слышу крики. Я больше не могу это выносить. Меня трясет от ожидания того, что они придут за мной. Боже, помоги мне, пожалуйста. Фух. Ну, вроде как, сопротивляться особо не стал, и мы с вами... По-прежнему легко ранены. Ничего ценного. То есть у него ничего... Мы зря его убили, конечно. Ну, а что поделать? У нас выбора особо не было. Я не знал, какой он там безобидный, небезобидный. Что еще ценного мы тут можем сами залутать? Давайте спустимся пониже. У нас теперь есть ружье. У нас есть пистолет. Так, тут мы были. Давай пониже. Еще ниже. Я думаю, что больше здесь как бы врагов быть не должно. А два человека с вооруженных, это, по-моему, вполне себе неплохо. Частная собственность. Давайте все это заберем. На шестеренке нам нужны, наверное, да. Так, удобрение. Мне бы акцент на еду делать, нет? Давайте акцентировать внимание, серьезно, вот именно на еде. А вот холодильник, по-моему, да? Давай. Нужно быстро уходить отсюда. Так, подожди. Все, забираем, забираем. Все, валим. А, точно, точно валим! Да-да-да-да-да-да! Время же тут ограничено, я как-то увлекся сильно. Твою мать, быстрее беги, быстрее! Давай-давай-давай! Беги к выходу! О! Нихрена! Давай-давай-давай, чувак, быстрее! Какой-какой-то трэш! Так. Видели? Там какой-то хрен был. Я, он вроде как... Павло еще в разведке вернуться будет сложнее. Спасибо. 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 Спасибо.